Всем привет! Я Юрий Шатохин. Буквально вчера я разместил на своем канале видео обзор статьи «Впечатления от переезда из Украины в Россию» и подумал, что на тему Украины достаточно. Есть и другие статьи, есть и другие рассказы. Совершенно на другую тему, достаточно интересная. И сегодня я вижу комментарий. Я размещаю свое видео на YouTube и в различных соцсетях, в группах создаю тему. И вот на сабскрайбе в одной из групп читаю сегодня вот такой комментарий. Какая глупость! Вы верите в эту заказную статью всех украинцев с Луганской и Донецкой области, которые уехали в Россию, а россияне выжили своей ненавистью? Нажимаем на ник этой Алисии 77 и видим, что молодая сравнительно девушка 1969 года рождения, Украина, Киев. То есть на Украине еще хуже, чем я думал, раз так они пишут о нашей ненависти ко всем украинцам, которые к нам приехали. И тогда я решил прочитать ту статью, которую сегодня же мне дали на YouTube «Сведомость, как вид наркомании о русской женщине, что приехала в Калининград с Украины на лечение». Позвонил приятель, сказал, что его авто в ремонте и попросил отвезти его в аэропорт. Надо встретить двоюродную сестру, отвезти в центр микрохирургии глаза и потом домой. Женщине 68 лет, проживала в Сватово, в Украине. Родственники ели чуть ли не силой посадили ее в Борисполе в самолет до Калининграда. Она не видит практически на правый глаз. Пол девятого рейс сел в Калининграде. Боже, это надо видеть. Зоя Космодемьянская перед казнью в окружении эсэсовцев. Еще раз, женщине 68 лет, из них 20 лет в школе до директора и потом третьей секретаре КОМО КПСС. Ну, имеется в виду в Украине. Идеология, насколько я понимаю, сжатые губы, поднятый нос и в то же время зыркает глазом по сторонам. Увидела кафе, боком-боком глянуть, что есть и на ценнике. Увидела полицейских с автоматами на выходе, сжалась и как бы пряталась за брата. Первый шок при выходе на перрон аэропорта, огромная площадка забита новенькими иномарками. Встала как вкопанная. Потом, когда вышли на скоростную автотрассу, молчала, крутила головой. При въезде в Калининград позвонила жена товарища, попросила кое-что купить. Встали у торгового центра «Аврора». Валя, мы сейчас быстро в магазин и поедем. Посиди. Нет, я с тобой. Ну и я пошел купить минералочки. Это был второй шок. Самый шоковый. Набитые снедью прилавки, колбаса по 200 рублей, а не по 2000. Смеющиеся люди, которые не гребут все это богатство мешками, а просто что-то покупают. Я смотрел со стороны. Вы думаете, у нее было изумление? Нет. Она все больше и больше наливалась просто непередаваемой, даже не злостью, а злобой. Дальше только апатично молчала. В центре все прошло быстро. Назначили день операции. И мы поехали домой. Через час ее прорвало. Нет надобности передавать весь лившийся минут 20 словесный понос. Смысл? Мы, оказывается, еще сволочнее, чем показывают в передачах по телевидению. Потому что мы не должны так жить. Мы должны жить намного хуже ее родной Украины. Потому что это мы сотворили с Украиной то, что там сейчас происходит. Путин специально поставил Януковича, чтобы он обворовал всю страну и увез все деньги в Россию. Мы не даем ей жить так, как она хочет. Мы не даем вступить в Евросоюз, где Украину ждут, чтобы сделать демократическим государством. Внимание! Они должны сделать Украину демократическим государством. Мы прислали нелюдей, которые оккупировали Донбасс и оставили всю Украину без угля. Русские оккупанты убивают ни в чем не повинных украинцев, не дают им жить. Русские войска ворвались в Крым и отняли Украину, вырвали ее сердце, нанесли кровоточащую рану. Украина никогда не смирится. Надо сто лет, будем ждать сто лет. Теперь перед всеми украинцами есть великая цель вернуть Крым и уничтожить источник зла – Россию. И при этом бормотание, что Европа с нами, вам крышка, с нами сами США, и если бы меня не заставили бы, хрен бы я. Попытки брата вставить слово поднимали еще большую бурную волну. Затем она заплакала. Я ему глазами приказал – заткнись, пусть баба ревет. Сразу замечу – она русская, по-украински почти не говорит. Пыталась, но так это выглядело коряво. Вечером позвонил. Как? Корида – был ответ. Потребовала ей Шустера передачу и новости Укртелевидения. В доме они вообще убрали телевизор в зал, не посмотрев передачу, устроила истерику, как маленький ребенок. Новости российские ей даже не предложили, побоялись. Жду развития событий. Коля сказал, что это выглядело, как будто наркоману не дали дозу. На этом все. Всего хорошего. До свидания.